Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Виола Огородникова, автор и создатель онлайн-проекта «Архитектор тела». Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Поздравляю тебя со всеми наступившими праздниками. Я тебя тоже и всех наших телезрителей. И сегодня говорим после продолжительных новогодних каникул, конечно же, о нашем здоровье и о красоте нашего тела, которое мы так нещадно подвергали разным вкусностям. Я думаю, что не все. Я много видела людей, которые на лыжи, роллерной трассе катались на лыжах. Но в промежутке они все-таки ели, ели. Мне кажется, это такая возможность послабления и какого-то удовольствия, которое можно получить, когда ты отдыхаешь. И, конечно, это зачастую связано с излишествами. Но это же можно всегда убрать и быстренько перевести себя в форму благодаря режиму. Но все-таки сложно отказаться от каких-то, назовем это так, вкусняшек. Особенно, когда речь идет о новогоднем столе, о гостях. Естественно, каждая хозяйка старается приготовить что-то всего побольше, что-то такое вкусненькое, всеми любимое. Но давай сегодня вот прям расскажем нашим телезрителям, как все-таки избавиться от всего того ненужного, что успело накопиться за эти новогодние праздники. Но главное простить себя, прежде всего, потому что... Просто спокойно относиться к этому. Ну, не всем, конечно, это удается. Особенно, когда ты до Нового года приводил себя в замечательную форму. И потом в течение праздников действительно ел. При этом ты мог заниматься. У меня есть замечательная ученица, которая очень расстраивалась, что ей после марафона, который шел в течение всех новогодних праздников, она в нем участвовала, пришлось делать фотографии, она проходила уже не первый марафон и делала фотографии до и после. Она говорит, я очень переживаю увидеть себя на фотографии, потому что, ну, ей казалось, что она в не очень хорошей форме. Оказалось, что ей действительно это показалось. Ну, может быть, что-то лишнее пришло. Но в любом случае, если вы занимались, если вы выходили и гуляли на воздух, то я думаю, что это все во благо. Ну, и самое главное, простить себя, потому что стресс – это первое, что накапливает лишний вес. Поэтому вы получили удовольствие, я надеюсь. И сейчас просто пришло время вернуться к режиму. Если его вдруг не было, то, наконец, его себе составить. То есть войти в определенный ритм, и тело отблагодарит вас. Это режим дня и режим питания. Как сделать это максимально комфортно для организма? Не давая сразу больших нагрузок, потому что, я думаю, что это все тоже вредит. Совершенно верно. Особенно надо учитывать, что сейчас у нас зима, и хочется впасть в спячку. И поэтому даже… То есть, в принципе, организм не особо настроен на активности. Особенно сейчас крещенские морозы. Очень хочется спать. Я думаю, что многие телезрители, да и мы с тобой обсуждали за кулисами о том, что достаточно сложно просыпаться, и есть действительно какая-то вялость. Очень хочется спать. И поэтому здесь очень важно давать себе возможность отдыхать. И если хочется спать подольше, по возможности, конечно, спите. То есть важно все-таки ложиться чуть-чуть пораньше вечером. Вставать идеально в одно и то же время. И как все-таки проснуться, потому что на праздниках, я думаю, что все вставали достаточно поздно. Я рекомендую все-таки завести будильник минут за 15 до того времени, когда вам необходимо встать. И просто не открывая глаза, особенно если они не открываются, сделать самомассаж. Это можно сделать самомассаж лица, ушных раковин. Вы также можете поднять руки, ноги вверх и потрясти. Ими главное предупредить с вечера вторую половину, что с вами все хорошо. Это нормально. Что-то непоследствие новогодних праздников. Да, то есть все нормально. Это не истерика, что вы вышли на работу и у вас нервная система в порядке. Вы просто делаете физкультуру. Также можете помассировать себе ладони и стопы. И вот такой мягкий самомассаж с закрытыми глазами дает возможность просто хотя бы мягко пробудиться. И почувствовать себя адекватным живым человеком, который в целом готов уже даже встать с постели. Но самое главное, что организм за это скажет спасибо. Обязательно. Вы даже почувствуете какой-то прилив сил, и вы сможете уже в более комфортном состоянии пойти и принять дальнейшие какие-то процедуры, которые позволят вам войти в этот мир, в этот день с радостью и с удовольствием. Ну и конечно, если мы говорим про дальнейшие процедуры, это омовение, то есть обязательно мы умываемся. Очень хорошо снять все вот эти яды, которые выделяются в течение ночи, потому что мы знаем, что ночью происходит очень мощная детоксикация организма. И очень важно принять все-таки душ. Хорошо бы его закончить прохладной или холодной водой для того, чтобы придать себе больше бодрости. Если вы склонны и вам не вредит контрастный душ, то идеально делать контрастный душ. Это что касается утра. Ну и конечно, поделайте какие-нибудь упражнения. Это могут быть небольшой комплекс из йоги, например, приветствие солнцу. Или какие-то упражнения, которые связаны с вращениями в суставах. То есть это то, что заведет вашу гормональную систему и также даст вашему телу проснуться. Виола. Ну а дальше какие активности, какие упражнения, как часто и как длительно их можно делать? Ну продолжим с утренним рационом, да, что нужно делать. То есть вы можете до упражнения, проснувшись, я очень рекомендую выпить стакан теплый, можно ближе к горячей воды. Это даст возможность, пока вы делаете омовение, пока вы просыпаетесь, делаете какие-то физические упражнения, даст вам возможность вашему организму включиться в плане желудочно-кишечного тракта. То есть ваш кишечник, он начнет работать и он будет готов уже через, допустим, полчаса после ваших упражнений принимать пищу. Также вы можете сделать процедуру определенную из аюрведы. Это чистка языка. Зачем она нужна? Это берется ложечка, можно серебряная, может быть это какая-то металлическая, которой вы обычно пользуетесь. И плавным движением от горла к кончику языку, 5-6 раз, можно 10, просто вы соскребаете все, что у вас накопилось за ночь. Это тоже такой детокс нашего языка. Это дает возможность рецепторам языка очиститься, и вы таким образом будете лучше ощущать пищу, и она будет лучше усваиваться. То есть тоже такой вот очень приятный и полезный момент. Ну а дальше уже все зависит от того, в какой степени запущенности у вас происходит, ну вообще вы себя ощущаете после новогодних праздников. Мы обсуждали, что сейчас такое ощущение сонности, сонливости и давления. Может быть даже люди чувствуют, что у них покруживается голова, да, или не способны делать какие-то вообще привычные для них вещи, которые были комфортны до Нового года. Вы таким образом можете сделать еще одну ценную для себя процедуру. Итак, вам нужно взять два тазика. Один с горячей водой, можно даже рядом поставить чайник с горячей водой. Ну понятно, что свариться там не нужно, то есть это все-таки комфортная температура. Зачем чайник рядом? Поскольку мы поставим рядом тазик с холодной водой, и мы будем ноги помещать то в один, то в другой тазик, температура воды сравнивается по ощущениям. Поэтому хочется иногда добавить и сделать воду погорячее. Если вы выполняете это упражнение утром, то вам необходимо начать с холодной воды и подержать там ноги в течение 10 секунд. Затем принести ноги, переставить их в тазик с горячей водой, и там уже держим стопы в течение 20 секунд. Итак, мы чередуем 10 подходов. Заканчиваем мы стазиком с холодной водой, держа стопы там 10 секунд. Такое не упражнение, но скорее такая процедура, она позволяет очень хорошо выровнять давление. У вас усиливается кровообращение в конечностях, и вы чувствуете невероятный прилив сил и бодрости в течение дня. И вот эти скачки для давления, они при регулярном таком исполнении, они просто вас будут миновать. Ну и желательно проделать такой курс в течение 10 дней. Я думаю, отличное упражнение, отличная процедура. На самом деле очень. Хочется уже скорее попробовать. Вилла, какие еще есть хитрости, чтобы сейчас пережить этот зимний период и не впасть в абсолютную спячку? Ну опять же, мягко входите в какие-то упражнения. То есть если вы все-таки в течение новогодних праздников злоупотребляли излишествами и не делали никакую физкультуру, никаких физических упражнений, вышли из формы, то конечно входите мягко. Поэтому хотя бы 30 минут в день быстрым шагом прогулки на свежем воздухе, это минимум, желательно час, но прям каждый день. Вы можете это делать утром, например, 13 минут с утра и 15 минут, не знаю, вышли с собакой, но только быстрым-быстрым шагом. Можете разбить эти полчаса хотя бы по 15 минут в день. Обязательно делайте утреннюю зарядку, вечером подышите, сделайте успокаивающее дыхание. Очень много дыханию, приводящих нервную систему в порядок из йоги, например, попеременное дыхание каждой ноздрёй. Оно просто будет расслаблять ваш ум и гармонизировать не только нервную систему, но и приводить в баланс гормональную систему, что очень важно, особенно нам, девочкам. И, конечно же, делайте какие-то упражнения, которые вам комфортны, хотя бы по полчаса в день. Если вы вообще не можете ничего делать, вы понимаете, я хочу спать, мне ничего не помогает, у меня нет сил даже взять тазики и поставить их, то вы можете хотя бы записаться на массаж. Это такая пассивная физкультура, это хороший разгон лимфотока и кровотока, и в любом случае вы постепенно будете входить в адекватную, нормальную жизнь. Если говорить об отёках, потому что после новогодних праздников, я думаю, многие столкнулись с этой проблемой. Как можно бороться с ними, такими мягкими, тоже комфортными способами? Очень много упражнений из йоги, которые помогают бороться с отёками. Если вы не знакомы с йогой и каким-то образом противник, такие тоже есть люди, вы можете просто взять вечером подушку, подложить под ягодицы, под таз, а ноги положить на стену. Таким образом у вас будет очень хороший венозный отток, и это тоже будет убирать отёчность и застой лимфы. Также очень хорошо всякие потряхивания руками, ногами с утра. То, о чем мы с тобой говорили, когда мы лежим на спине, на кровати и поднимаем руки и ноги вверх, и просто сотрясаем расслабленными конечностями в течение 5-6 минут. Но это будет даже очень хорошо, даже если вы сделаете 1-2 минуты, вы будете большими молодцы. И, конечно, контрастный душ. Ну, либо если вы любите спа, и у вас есть возможность ходить в баню, вы тоже можете за счет вот этого контраста температур просто регулировать свой такой баланс и делать дренаж. Как быстро можно избавиться от ненужного в твоем теле? Здесь очень важна регулярность и режим. Если обратиться к такой древней науке, которой более 3000 лет, это наука о жизни, наука о здоровье, называется она Аюрведа, то там очень многие болезни и какие-то излишества, которые есть в теле, они регулируются и быстро убираются исключительно режимом. Это режим сна и отдыха, точнее не сна и отдыха, а отдыха и работы, режим в питании и режим, конечно же, в нагрузках. И он не должен быть какой-то сверхизбыточный, потому что иначе у нас просто перетрудятся нервные системы, и мы будем чувствовать упадок сил на следующий день, и вряд ли нас надолго хватит. Но самое важное здесь действительно отрегулировать и вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время и стремиться к тому, чтобы часы приема пищи, они тоже были в одно и то же время. Ну и желательно нагрузку физическую давать также в какие-то уже определенные часы. Мне кажется, удобнее всего это делать тем людям, которые работают на обычной работе, они являются фрилансерами, потому что здесь хоть как-то регламентирована их жизнь, и можно выделить какие-то часы, которые, в принципе, уже вписаны в том числе и в работу. Виола, ну получается, что каждый может сам стать архитектором своего тела? Совершенно верно, Маш. Для этого просто нужно желание, хорошая компания и правильное руководство к действию. Спасибо тебе за твои советы. Я надеюсь, что они помогут нашим телезрителям выглядеть отлично и чувствовать себя комфортно в этом году. Спасибо, Маша. Будьте здоровы. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.